Это называется обливная конфета. Все просто. Я ее шоколадом обливаю. Из актрисы драматического театра в шоколатье Евгения Шабалина более шести лет увлечена изготовлением шоколада. Делает вручную конфеты и плитки по самым невероятным рецептам. С дольками инжира, ягодами или, например, как этот с пудрой петахая, он же драконий фрукт. Нюанс. Весь шоколад Евгения маркирует пометкой ПП, то есть без глютена, лактозы и сахара. Живой шоколад, как его называют, сыроеды, веганы, я делаю с нуля. С нуля это я сама топлю какао-масло, тертое какао, добавляю подсластитель. Либо сухой сахар, тростниковый, кокосовый, либо жидкий, сироп топинамбур и мед. Мне по жизни повезло, я занимаюсь тем, что люблю как-то все время и сейчас. Но это же просто магия. А как он пахнет? Девять из десяти человек говорят, что любят шоколад. Десятый, скорее всего, врет. Так не без юмора описал свои личные наблюдения о людях, пробующих сладкое, американский писатель Джон Тулиус. И доля правды в этом есть. По статистике, в 2020 году Россия стала серебряным лидером потребления шоколада. Кстати, в июле отмечают 174 года со дня создания настоящего темного шоколада. В темном шоколаде нет ничего, кроме сахара, какао-порошка, какао-дробленого и какао-масла. В шоколаде главный ингредиент – это какао-масло. Там ничего не может быть, кроме какао-масла, никакого другого жира. Там, где написано «заменитель какао-масла», ну, это прежде всего, это уже сладкая плитка, шоколадная плитка и другие самые названия, которые не могут считаться шоколадом и не могут быть полезными. Ну вот, у нас здесь представлено три вида шоколада разных производителей, два молочных, один горький. Давайте спросим у технолога, как определить, какой из них настоящий, правильный, а какой все-таки, наверное, не стоит есть. Инструмента, измеряющего содержание какао-масла под рукой у нас, так же, как и у покупателей в супермаркетах, нет. Поэтому ориентироваться нужно исключительно на вкусовые рецепторы. На столе шоколад трех ценовых категорий из отделов масс-маркета. Самый дешевый, средний и премиум сегмента. На этот раз ценник себя оправдал. Самый качественный, самый нежный, тающий на языке, это вот этот образец. У этого какое-то общее, не очень приятное послевкусие. И у этого шоколада очень крупнозернистая структура. Попадаются кусочки сахара и не очень приятное на языке, как песок. Ощущение песка на языке, текстура, близкая к пластилину – все это говорит о нарушениях стандартной рецептуры шоколада и явном намерении производителя сэкономить на ингредиентах. По сути, это имитация шоколада. Но даже если вы тонкий ценитель лакомства из какао-бобов, даже самым качественным из них лучше сильно не увлекаться, говорят медики. Две-три дольки в день. И лучше остановиться, и не увлекаться. Опять же, надо вспомнить о том, что там жиры, то есть это может быть прибавка в весе, это риск развития сахарного диабета, поэтому здесь нужно очень быть внимательными. Чем более молочный, тем меньше какао, тем больше сахара. А также возможны аллергии, кожные высыпания и проблемы с желудком. А вот кариас, по словам стоматологов, грозит скорее фанатам карамели. В целом, употребление шоколада в разумных пределах сказывается на организме благоприятно, подчеркивают врачи. В нем много элементов, стимулирующих мозговую деятельность и предупреждающих раннее старение. Шоколад поддерживает нервную систему и снижает риск с развития сердечно-сосудистых заболеваний на 20%. Главное помнить, суточная норма не более 25 граммов, желательно горького, темного шоколада. Гульфия Сафина, Василий Колдашов. События.